сегодня 4 мая 2020 года понедельник я в своем лагере был дождик утром довольно сильный стало свежим и утром я вот так вот догадался сходить я воду питьевую собирают пил исключительно сейчас дождевую воду экономлю питьевую из супермаркета я что-то вот так вот взял и догадался сходить супермаркет потому что в такую погоду под дождью по лесу никто не шляется дождик по мы мой стол ну конечно закрыл палатку на замок все попрятал по укромным местам все ценное ну даже если все это украдут это все можно восстановить ценные прячу ну и вот сходил супермаркет что я купил ну понятно что концентрат томатной пасты сок делать томатный с там с приправами там очень вкусно как карпаччо получается не карпаччо как называется забыл вот сосиски но это самое дешево по 5 евро килограмм это очень дешево чисто говяжьей сосиски вот но это вот лордон типа пузанина нарезанная но шоколад то понятно почему депрессия иногда сливки для каши для риса вы уже рис хорошей басмати это от от почек лекарства я купил в аптеке дорогое 7 евро но куда деваться но это сок я пристрастился в бассейн когда ходил мне помогает так по чуть-чуть пешего ночью жажда меньше ну а это я купил квашеной капусте что-то мне захотелось прошлый раз я ошибся взял не капусты а этого квашеной редьки тоже нормально он дорого просто ну вот так но это так сказать понятно хранится хорошо свиняная колбаса вот и все тема ну яблок 6 килограмм вот и все что я купил в общем даже легко дотащил до довез я на сумке на колесиках которую я называю жизнь после смерти вот потому что но она уже до того верха что я честно я удивляюсь как она не разваливается на ходу вот она же мой камуфляж чтобы за мной никто не увязался ничего чтобы отпугивать от себя мало ли я заразный там как как делают будущий миллионер ну вот это вот у меня лежит на дезинфекции на солнце потому что это все я трогал руками после супермаркета пусть полежит пару часов на солнце по переворачиваю мыть не очень удобно такие вещи ну тысяча сумочка тоже на дезинфекции это тоже у меня постоит я принципе все это не мою постоит несколько дней я беру то что нужно я мою с мылом но сейчас запишу видеоролик раз уж я взял руки фотоаппарат про про тоже зараженные нужно мне его дезинфицировать расскажу а потом уже опять по второму кругу дезинфицировать да сейчас шел супермаркета поснимал растительность такая свежая красивая так где у меня уровень ладно поставлю как есть вот я публикую такие фотоснимки под с надписью страсбург и освальд сегодня ну на самом-то деле я нахожусь не в страсбурге я нахожусь под страсбургом так называемом городке оствальд что переводится как восточный лес вот и собственно я вот в самом оствальде и нахожусь хотя вот этот именно лес называется нижний по моему лес ну да ладно сюда забредают у меня олени лисы есть кроты водятся белки коты приходит сюда моих мышей есть которых я тут по неволе откармливаю и крыс кстати мышей и после мышей пришли крысы когда всех миши мышей побил пришли крыс видимо мыши они с крысами тут конкурируют отгоняют крыс вот в общем настроение у меня нехорошее неплохое ну вот продуктов я принес теперь я могу наслаждаться вкусной дешевый правда самое дешевое беру здоровой пищи которые здесь в евросоюзе в россии суррогаты это я на себе испытал а здесь самое самое дешевое оно очень хорошее свежее из того чего написано так сказать мясо из мяса там сыр из сыра из молока ну и так далее смешные чувства у меня потому что мама моя слабеет и 81 год у нее резко ухудшилось здоровье последнюю неделю она это связывает с тем что кушает не то что готовит своими руками но я и сказал вот готовь своими руками значит требуется еще ей и звоните ей и как бы сознание ее будить потому что вот из-за из-за нехватки общения из вот этого самоизоляция просто ну пожилой человек буквально сходит с ума потому что это невыносимо сидеть я то я не сижу я не в заперти у меня тоже мне кстати клаустрофобия может быть она была у меня как как когда-то потому что всю свою жизнь я жил в больших на больших пространствах я в семье остался один ребенок когда брат уехал в армии потом женился когда он уходу семьи и у меня всегда были моя личная комната одна я был один меня была тишина много времени в жизни я жил в частных домах ну в общем в замкну и пространство переношу очень плохо и когда я походил по походам и когда я пожил когда я пожил в частных домах где просто ну двор весь твой и вышел за двор и поле все твое и в горах то вообще простор очень большой там на десятки километров вокруг тебя видно все и на несколько километров вокруг тебя и никого и нету горах особенно в непогоду я ее понимаю я понимаю что это такое если меня закрыть какое-то маленькое помещение я я тоже начну страдать и тоже ну и у нее начинается всякие там не галлюцинация что-то что-то какой сдвиг сознания какой-то она в себя приходит когда с ней общаешься да я кстати недавно дня два назад попросил бывшую жену моего племянника практически это же ее как бы ну не родная но внучка получается от ее дочкой это ее родная правнучка то есть это их их родная про про бабка я ему пишу что вот мы звоните ей потому что она ее надо надо хотя бы раз день на несколько минут чтобы ей звонили и брата них у марину покойного брата вот просил ее и они не звонят и мало того что настя вот это вот ее так сказать внучка неродная она еще так сказать немножко нахамил но в общем я с ней после этого отправил черный список и я с ней общаться не намерен поскольку ну это уже чересчур никто не просит быть клоунами есть старые люди надо отдавать долг наш долг жизни я понимаю что она не родная и там бабка права бабка но тем не менее другой другим вокруг нас мало родных людей хоть они и не по крови нам родные но и это дочки она родная но у людей что-то не хватает каких-то шестеренок в голове и они друг другу какие-то нечеловечные люди холодные но сегодня шел супермаркет дозвонился до своих многодетных спросил что заказать ну они сказали ничего нам не надо все есть и спросил яблоки есть самое важное потому что детям нужны яблоки есть яблоки дали им такие чеки по три с половиной евро по моему один чек в общем дали им достаточно они могут пойти в супермаркет и даже супермаркете купить еды потому что сейчас проблема вид видимо с выдачей продуктов вот благотворительными организациями никто на далекие расстояния не ездит им чеки дали и они могут в локальном супермаркете все купить ну мясо мясо есть может курицу купить может быть там что-то еще нет все есть ну все есть да к тому же я не смог бы заказать и так и так потому что тот работник арабий араб он сегодня он вышел он говорит сегодня не могу завтра до сегодня никак невозможно ну что поделаешь вот сегодня я так сказать на легкие сегодня я питьевой воды не притащил и минералки пока есть но питьевую воду из бутылок я использую только для того чтобы разбавлять вот таблетки витаминов шипучий кстати они меньше много их осталось их надо попить пока я здесь короче питание у меня нормальная да и здесь я не в заперти как мать здесь я вот ну как у меня много пространства здесь я себя чувствую очень неплохо особенно сейчас это самое мое любимое время года вас нас мой ник означает вас фантас искаженная это древнеиндийская весна 25 мая мне намечается быть 50 лет честно говоря не верится что доживую до этого возраста ну что ж поделаешь но теперь зато я не могу сказать что вот но 50 лет я себя чувствую как молодой да в душе я молодой душе может быть мне лет иногда и и девять может быть и меньше и 5 ну вот так вот колеблется у меня по настроению настроению когда играю с маленькими детьми там годика 23 опускаясь до их возраста вот ну и мой любимый возраст наверно когда я влюбляюсь и ну чтоб что последнее время что-то не происходит ну когда я влюблялся вот еще 10-15 назад то я себя чувствовал ну на 25 наверно может не меньше даже но и я вот готовился вот так вот вот мол чувствую себя неплохо еще до евросоюза док до того как попал сюда под репрессии под эти это не пустое слово потому что у них разнообразные методы вот весьма то кстати трудно назвать их прям таки фашистками но тем не менее результат им нужен результат то есть два в одном на бумаге им нужно что они белый гуман гуман и пушистые а на деле им нужно избавляться от беженцев а как от них избавляться они так их гоняет из страны в страну тут вытесняют друг другу в итоге они не выдержат и уезжают на родину чуть отвлекся то да и сейчас я не могу с гордостью сказать что я себя чувствую физически как молодой у до евросоюза я бы мне нам чуть подлечиться я бы мог бы так сказать сейчас нет сейчас я чувствую что моего здоровья охватит может быть не знаю по ощущениям если вот так вот вот так вот жить как сейчас живу как нормально то я думаю что лет пять-шесть я может быть протянул но 10 не верю то есть здоровье уже такое плохое если учесть что будущую зиму не опять в лесу жить то год год два три все но не выдерживая вот кстати на позапрошлой неделе у меня почечная недостаточность резко с воскресенья на понедельник ночью прекратилась я перестал ходить по маленькому ночью в австрии начал ходить один день один раз в ночь а потом здесь во франции это увеличилось до двух и даже до трех раз как-то раз по моему было четыре ну в общем это реально уже неспособность почек вывести вредные вещества и она воду то вы выводят почки а вредные вещества не могут вывести фильтрации нету а потом когда они устанут воду выводить начинается вторая стадия более тяжелый когда они уже воду не могут выводить и когда они ну то есть это уже все это уже надо на диале сложиться это уже не жизнь это уже инвалидность по почкам и у меня резко прекратилась почечная недостаточность у меня моча стала нормального цвета ночью я я по привычке проснулся но чувствую что-то ничего там вроде нечем что-то нечем и не пошел и так вот три три четыре ночи по моему я вот не ходил не вставал а потом опять началась видимо вот супермаркет а при привез принес продукты и видимо что-то переел то ли мясо то ли чего ну то есть вот так хрупкое здоровье и сейчас я попытаюсь таки все таки вот этот вернуть эту эту это достижение уцепиться за него и попытаться в норму войти но будущее мы же моя жизнь она придется мне вести аскетический образ жизни то есть кушать строго значит нормальная еду я не говорю там диету я говорю нормальную еду по-нормальному кушать то есть как можно чаще начинать с углеводного и только вечером уже к вечеру переходить такой на белковую более-менее серьезную пищу и как можно раньше прекращать прием пищи чтобы ночью не ходить не просыпаться ну и у мамы вот как раз с такое совпадение что когда мне прекратилась резко почечная недостаточность она как раз в ночь на этот день упала и пять часов будет лежала на полу я как раз ей позвонил и я достучался до людей до соседки там очень через одноклассники что ее пришли и помогли и до кровати у нее спазмы к спазмам какие-то и она просто ноги не слушается она оседает и бессилие наступает на какое-то время и плюс еще вот это вот старческий маразм иногда наступает и делирий я бы сказал так иногда но не по ним не по снина постоянного она какое-то время то есть тоже видимо можно пока удержать здоровье я не садист никакой не я очень гуманный человек и я понимаю что смерть неизбежна по крайней мере мы в свою смерть то не верим да но мы же наблюдаем как люди умирает вокруг меня умерло уже много людей это дедушки бабушки дяди тети некоторые да пока еще дяди тети живы вот сестры матери более старшие они еще живы поэтому я матерью это уже их пропусти сначала умер друг и детства дима стрижко умер друг юности это юра винокуров вот другой и друг и вот молодости дима он тоже год вот долго не приживу ну шо ж ты господи ну шо ж ты если какая-то болезнь я понимаю так что ж ты вот так-то говоришь то есть смерть она уже как бы не новость для меня какая-то что когда-то там в детстве раз в пять десять лет кто-то умрет это как старый старый для меня это старики ну да как бы жизнь а сейчас люди вот умирают одного со мной возраста не намного старше вот поэтому собственно говоря и я чувствую ухудшение здоровья продолжающейся не несмотря на то что я резкую то есть я сейчас живу гармоничной жизнью опять несмотря на это несмотря на нормальное питание несмотря я более-менее на нормальном режиме себя не сильно сейчас не измождаю мое здоровье продолжает ухудшаться его трудно очень удержать поэтому поэтому да и вот одна мать держит меня у жизни поскольку я ну никак не могу умеет раньше нее потому что если я умру раньше нее то это ее просто убьет какие-то очень быстрое время дни может быть недели какие-то поэтому несмотря ни на что я должен жить и обязан жить вот было бы хорошо если бы мои чеченята вы вызвали бы у меня такой же включили бы в убе робота эту же под программу такую чтобы я ради них уже держал держался за жизнь но вот это не дозвонился у них все есть ну с мика я поговорил бы ну что ты форест гам смотрел смотрел наконец он посмотрел форест гамп ему понравился фильм я ему я ему объяснил вот понимаешь мика не обязательно быть самым умным вот самым 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 богатым самым умным не обязательно быть самым самым ведь жизнь можно прожить что значит вы выжить из жизни что что из жизни выжить чтоб потом с собой куда-то уволочь ты же не уволочешь в жизни у нас вот ну дойдет ли до это это простая мысль что в жизни поровну и хорошего и плохого у тебя и хорошего настроения и плохого настроения если ты будешь в жизни он как наркотики вот люди употребляют и вытягивают у жизни выжимает из жизни хорошее за что потом они отдают плохим то есть это невозможно вытянуть так вот просто равномерно ты распредели по всей жизни и не в чувствах не в удовольствии ведь смысл то ведь жизни он в том чтобы вокруг нас приумножать саму жизни не удовольствие жизни выжимать а жизнь приумножать вот я удивляюсь из людей наблюдаю но как пауки в банке вот те которые вот я оставил этих людей да у них теперь свои жизни там до в россии там мои родственники там все эти да и я наблюдаю они друг с другом там так поступают что как пауки пауки в банке вот так вот такая хорошая аналогия казалось бы да пожертвует и собой и вокруг тебя сразу чуть ли не рай наступит для других людей пожертвуйте собой сделайте друг для друга рай на земле рай на земле я понял потому что у меня была нормальная семья такие лет до пяти я это понял что рай он на земле когда все друг друга любят когда все знают что им надо делать когда все гармонично но к сожалению это не не возьмем невозможно чтобы это 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 не не такая данность как бы вот константа постоянная вот тебе дали и это не меняется нет влияние постоянно со стороны идут на нас на наших близких и и время и окружающий мир старается не старается ему то это зачем просто разрушает все это надо удерживать надо жизнь удерживать надо приумножать жизнь это значит что надо стараться что были вокруг тебя твои близкие вот понятие близки тоже очень важно ты не можешь весь мир облагорода облагодетельствовать что у тебя сил не хватит только твои близкие то есть качественно можно только вот ну девять человек там больше меньше смогут только чтобы вокруг тебя были близкие более здоровые более счастливы и счастливы не это не удовольствие удовольствие это чувство не надо путать чувство и ощущение счастья счастье это быть частью чтобы они вдруг были друг с другом очень близки и очень доверяли друг другу не придавали друг друга Вот о чем речь Ну Затронул так я все-таки философию Хотел не дневниковую запись А какую-то философскую такую запись Ну да ладно, все Сейчас буду варить кашу Из риса басмати И со сливками кушать Чернослив я забыл купить Очень вкусно Но мед у меня много Детям я купил тоже Надеюсь им хватит еще меда этого Ну и Чуть еще засниму Это вот я брату поставил 6 лет было годовщина его смерти Лавочку Предыдущая хлипкая такая лавочка В два раза более хлипчая Стояло два года Я надеюсь, что это простоит Больше Надеюсь Вот Ну сейчас Вот у меня, кстати, святая земля Я таскаю тут желтая земля Это видимо когда-то был берег реки И я вот Насыпаю поверхность Очень красиво Когда я смету весь мусор И отполирую Чуть ли не отполирую Чисто ровно такая поверхность Как идеально Как будто это песок Вот такой Ну это мой огород Лук Надо, кстати, его все-таки подъедать Да, крапиву Надо на крапиву налегать Пока она растет Я сегодня фоток понаделал Природы Их опубликую В твиттере Альзас сегодня Альзас Альзас Освальд Страсбург Сегодня Вот Вот мой лагерь Вот это я Так Ну что Все Надо приниматься За За мелкие Жизненные Дела